Среднемесячная зарплата в России в июле выросла в годовом выражении на 8,6% до 39 355 рублей. Это опубликовал Росстат, а позавчера ОФЦИОМ обрадовал всех сообщением, что по его опросу чуть ли не половина населения РФ вообще не пьет. Видимо, речь о какой-то другой России, потому что сами россияне пишут совершенно другие вещи. Никто из них таких денег не получает, если только в Москве или в Питере. Во всех остальных городах, а Россия очень большая страна, о таких деньгах только мечтают. Пишут, что 25 тысяч в месяц считается отличной зарплатой, а 20 тысяч – неплохой. Честно говоря, полнейшая фейковая информация, исходящая из агитпрома, уже начинает утомлять. Какой-то просто совок на марше. То есть то, что было раньше. Собрали, вырастили, победили, превзошли, опередили и так далее. Кого же они обманывают? И главное, зачем? Чего ради нести такую откровенную пургу? Ведь люди живут совсем в другой реальности. Они знают, сколько получают они и их близкие. На самом деле, в России пьют как минимум три четверти населения. И очень серьезно. Пьют, конечно, во всех странах. Но есть большое отличие. В странах Запада, во Франции, в Италии, в Германии. Пьют за ужином бокал или полбокала вина для того, чтобы лучше переварить пищу. В России пьют не для этого. В России пьют для того, чтобы напиться. Для того, чтобы ненадолго забыться, расслабиться, ни о чем не думать. Это не культурное потребление алкоголя, а самый обыкновенный домашний алкоголизм. Похоже, с информацией в России стало совсем плохо. Средняя зарплата, во всяком случае, меньше 30 тысяч. Это я понял из сообщений на любом форуме, в какой бы я ни обратился. Так же, как с выборами. Если еще 20-15 лет назад все скромничали, шустрили, ну, скажем так, в пределах 15%. Накручивали, конечно, голоса, но все-таки не так нагло. То сейчас обнаглели окончательно. Лепят все 80%. Немыслимо. Но, собственно говоря, российский народ все схавает. По мнению того же Росстата, инфляция меньше 4%. Зарплата, соответственно, выросла на 9%. Ну и народ на радостях бросил пить. Зачем же пить, если жизнь становится все веселее? Единственное, что я думаю, на самом деле выросло в России, это производство лапши на уши населения. Глава. 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 Бог.